ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Привет! С вами Наталья Кочеткова. Сегодня мы будем читать, жевать и рисовать в программе ПОЧИТАЙКА! Чтобы чего-то достичь, нужно стараться и долго тренироваться. Так обычно говорят вам взрослые, правда же? И если вы уже начали заниматься каким-нибудь видом спорта или записались в кружок по иностранному языку, математике или шахматам, или пошли в музыкальную школу, или на танцы, то, как это не грустно, придется признать правоту взрослых. Действительно, чтобы добиться положительных результатов, приходится прилагать усилия, иногда немалые. Да что спорт или математика? Давайте возьмем что-то на первый взгляд приятное и необременительное, чем занимаются все дети. Например, рисование. Не в художественной школе, а для себя, для удовольствия. Казалось бы, можно и не стараться особенно, не на оценку же. Но если вы вспомните, как вы учились рисовать, то поймете, что от младенческих каракулей вы довольно быстро перешли к осознанным линиям и изгибам. Вы старались сделать небо похожим на небо, траву на траву, дерево на дерево, человека на человека. А когда, наконец, научились рисовать лицо или пальцы на руках, то радости вашей не было предела, правда же? Хотя вы всего лишь рисовали для себя, для удовольствия, может быть, даже никому этот рисунок и не показывали. Тем не менее, собственные успехи радуют нас, даже если никто нас за них не похвалил и лишнюю пятерку не поставил. Если вы это понимаете, то поймете и стремление новенького карандашика во что бы то ни стало научиться отлично рисовать и поступить в школу заоблачного мастерства. А что делает тот, кто хочет улучшить свой результат? Правильно, усиленно тренируется. И карандашик начал готовиться к поступлению. Все карандашики хотят учиться в школе заоблачного мастерства. Туда не так-то легко поступить. Чтобы пройти отбор, нужно преодолеть 25 испытаний. Да, так много. И карандашик приступил. Вы переживаете за него? Не стоит. А вот помочь карандашику – прекрасная идея. Вы можете тоже взять простой карандаш и вместе с героем справиться с заданиями. Сделать это можно прямо в книге Дарьи Гриневской, которая так и называется «Приключения карандашика. Дорога в школу заоблачного мастерства». Возрастная маркировка издания 0+. Взрослые иногда бывают страшными занудами. Каждый раз перед завтраком, обедом и ужином они не забывают спросить, помыли ли вы руки. А по дороге из школы узнать, не перекусили ли вы пакетиком чипсов или лишней шоколадкой. И как им не надоедает. И вообще, наверняка, многие из вас мечтают поскорее вырасти. И вот тогда уж точно будут есть абсолютно все, что хочется, а не эти полезные супы и овощи, которые так волнуют родителей. Поверьте, не одни вы так думаете. Почти все взрослые, когда были детьми, мечтали делать только то, что хочется. А потом выросли и стали делать как нужно и полезно. Почему? Потому что узнали, как работает пищеварительная система человека и пришли к выводу, что гораздо приятнее с ней дружить и кормить ее полезными продуктами, а не страдать потом от боли, тошноты и расстройства желудка. Хотите уже сейчас стать такими же умными и всезнающими, как взрослые? Тогда прочтите научный комикс Джейсона Виолы и Энди Ристайна, который называется «Пищеварение». Он действительно очень подробный. И у вас сразу возникнет четкая картина, что происходит с пищей после того, как вы положили ее в рот. Правда, у чтения этой книги может возникнуть побочный эффект. Возможно, вы сами попросите у взрослых суп и салат, а на лимонад и шоколадные батончики даже смотреть не захотите. Возрастная маркировка комикса 6+. Почитай-ка! Итак, я вам сегодня рассказала о книге Дарьи Гриневской «Приключения карандашика. Дорога в школу заоблачного мастерства» и научном комиксе Джейсона Виолы и Энди Ристайна «Пищеварение». Послушать программу можно также на сайте детского радио дети-фм.ру в разделе «Почитайка». Приятного вам чтения и до новых книжных встреч! Почитай-ка! Почитай-ка!